Марина, роднуля, ну ты придешь? 95-летняя Ольга Головкина радушно принимает гостей. Целая делегация во главе с мэром Александром Студневым приехала поздравить юбиляра с праздником. Подарили роскошный букет, большой торт, фотографии и открытку. Конфите теплых слов сказали хозяйки дома. Основная задача нашего поколения, исполнительной власти, наверное, сказать всегда огромное слово благодарности тем людям, которые подарили нам жизнь, подарили нам победу, и мы живем под этим светлым небом. Это человек, который постоянно в курсе всех событий города, он постоянно участвует во всех наших мероприятиях. За это огромное слово благодарности, и мы говорим всегда огромное спасибо, что у нас в городе живут такие люди. Ольга Кузьминична – самая младшая в семье, 13-я. На фронт ушла 18. Служила под Сталинградом прожектористом. Как сейчас помнят, после боев в этом городе вручили кусок ткани на платье и 10 килограмм муки. Мы освещали самолеты, которые летели бомбить наши города. Да, свещаем, а зенитки сбивают. Много было случаев, что были сбиты самолеты. Бобруск с мужем военным Ольга Кузьминична переехала 54 года назад. С тех пор нажила несметное богатство – двое сыновей, четверо внуков и шесть правнуков. Несмотря на столь почетный возраст, Ольга Головкина живет активно. Каждый день три часа гуляет по улице и по-прежнему находит время, чтобы пообщаться с юными бобручанами. И пропускает ни одной встречи ветеранов. До 8 марта даже танцевала на приеме с мэром. Конечно, было, это что-то необыкновенное было, да. Не верила я сама себе, да, что сижу с мэром, да, что танцую с ним. Ну, я сейчас как на пенсии, да, на пенсии уже. Ну, конечно, меня приглашают на собрание, хожу я в школу, на встречу к ученикам, даже в детсадик хожу. И живу спокойно, тихо, замкнуто, да, вот так. В Абруйске сейчас 113 ветеранов. Ольга Головкина откровенничает. Ее двери всегда открыты для тех, кто хочет узнать о победе советского народа не со страниц учебников, а из уст самого свидетеля войны. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.